Глава Приморья Олег Кожемяков взял под личный контроль ликвидацию последствий стихиев на и более пострадавших районах и городах края. Накануне он провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ключевыми темами для обсуждения стали меры поддержки для жителей потопленных территорий, работа пунктов приема гуманитарной помощи и временного размещения граждан, а также восстановление дорог и проездов. Вместе с тем вода начинает уходить, спасатели начинают переквалифицироваться на оказание помощи социальным категориям. В первую очередь взять под контроль многодетной семьи, взять под контроль пенсионеров, инвалидов, те, кто не может, одиноких, те, кто не может сам справиться. Также губернатор обозначил, что в Приморье вводится режим ЧС регионального масштаба, благодаря чему удастся значительно усилить меры поддержки граждан, в чьи дома вошла вода. Выплаты планируется назначать на каждого человека, пострадавшего от стихии. Это по 10 тысяч на фактически проживающего человека, который оказался в этой зоне и является пострадавшим. Раз далее при обследовании домов вы определяете критерии по ущербу частично или полностью пострадавшими, при частичном пострадавшимся ущерби по 50 тысяч тоже на человека и полностью пострадавшим, где вы видите, что там ничего не осталось в доме, ну то есть комиссия признает, значит там по 100 тысяч. После заседания комиссии губернатор побывал на улицах, которые еще недавно были затоплены, посмотрел, как ведут восстановительные работы. Он посетил также пункт приема гуманитарной помощи. Люди приходят сюда за водой, портативными плитами, газовыми баллонами. Далее побывал в пункте временного размещения села Спаска, который базируется в общежитии колледжа. В комнатах проживает 35 человек. Мы с мельничной. В даче в доме сейчас стоит у нас. Я уже выходил в течение полу часа. Здесь как питание, отношения. Отличные отношения, да. Понятно. Напомним, в настоящее время в городах и районах Приморья открывают пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от паводков. Все желающие могут принести продукты питания, сухую одежду, предметы первой необходимости. Как неоднократно отмечал Олег Кожемяка, во время наводнений нет чужой беды. Именно поэтому в процессе ликвидации последствий тайфонов в крае сейчас задействованы все имеющиеся силы и средства. Ситуация сложная, но она, в общем-то, вся на месте контролируемая. Людям тоже понятно, где какие выплаты есть. Есть эти объявления, поэтому будем делать все, чтобы минимизировать последствия. Приближающийся тайфун мы предупредили глав. Туда перебрасывается дополнительная группировка. Он пройдет там Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский район. Ну, посмотрим, какова будет сила тайфуна. Но, во всяком случае, и главы, и местные муниципальные КЧС тоже готовы к этой ситуации. Поэтому будем смотреть на прохождение, принимать какие-то необходимые меры. Также отметим, что Приморье получит 340 миллионов рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий наводнения. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.